Со слов женщины, ЧП произошло 11 ноября. Получив сильный удар дверью, она не удержалась и упала на бетонный пол. От сильной боли подняться смогла не сразу. Все попытки поговорить с администратором торгового центра ни к чему не привели. Все претензии в свой адрес, а также требования пострадавшие о возмещении ей материального и морального вреда, администрация Олимпа отвергла. Дело упор на то, что в больницу женщина обратилась только спустя три дня, а значит травму могла получить где и когда угодно. Мирного диалога у них не получилось. В результате дело дошло до суда. Гражданка Неретина обратилась в суд с исковым заявлением по НАСКО и индивидуальному предпринимателю Мустафину. В обосновании своих исковых требований указала, что получила перелом позвоночника в результате падения, которое произошло в результате того, что ее ссунул с ног автоматическая дверь в торговом центре Олимп. Сегодняшнее уже третье по счету слушание для средств массовой информации прошло за закрытыми дверями. На выключенной камере настояла сторона ответчика. В ходе судебного разбирательства, учитывая показания свидетеля, мужа, пострадавшей, а также врача-травматолога, суд решил иск удовлетворить частично. Компенсировать пострадавшей все затраты на лечение и выплатить ей за моральный вред. Взыскать с индивидуального предпринимателя Рафиса Мини Валевича Мустафина пользу Валентины Федоровны Неретиной в счет компенсации морального вреда 80 тысяч рублей. Валентине Федоровне Неретиной в удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Однако точку в этом разбирательстве ставить рано. Данное решение суда администрация Олимпа намерена оспаривать. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР.